Здравствуйте! С вами Нестерович Екатерина и это новости Ингполанд. В сегодняшнем выпуске вы узнаете, как в Польше отметили Новый год. Этого никто не ожидал. Во Врославе выливают вакцину от коронавируса. В какие воскресенья в Польше можно будет сделать покупки? Какие изменения ожидаются в Польше с 1 января? А теперь подробнее. Что изменится в Польше с 1 января 2021 года? Нас ожидают много изменений, а именно, новая заработная плата. С нового года, то есть с 1 января, минимальное вознаграждение за труд составит 2800 злотых брута, то есть на 200 злотых больше, чем в прошлом году. Новая плата на счетах за электроэнергию. Январь станет первым месяцем, когда на счетах за электроэнергию появится новый пункт. Домохозяйство будет платить дополнительную ежемесячную плату в зависимости от потребления энергии. Изменения в законе о государственных закупках. С первого дня нового года также вступает в силу новое положение закона о государственных закупках, который имеет цель укрепить позиции подрядчиков и субподрядчиков в процессе закупок и увеличить заинтересованность польских компаний к участию в государственных тендерах. Чистый воздух. Остановите смог. С 1 января вступает в силу большинство положений закона о поддержке термомодернизации и реконструкции, который имеет усовершенствовать работу двух государственных программ борьбы со смогом. Чистый поведше и стоп смог. Прозрачные финансовые отчеты крупных компаний. С 1 января, согласно закону о платежных сетках, вступают в силу нормы, согласно которым до конца января крупнейшие плательщики налогов на прибыль предприятий с годовым доходом, превышающим 50 млн евро, должны подавать финансовые отчеты об оплате. Эти отчеты будут общедоступными, а значит, что вы сможете узнать, как крупные партнеры выполняют свои обязательства и оценить риск вступления в деловые отношения с ними. ГМО-еда. Выбросы выхлопных газов. С 1 января в Польше также начнется отчет по использованию еды, содержащих ГМО. Согласно регламенту, ими можно пользоваться еще два года. С нового года также будет применяться новый стандарт выбросов Евро-6Д, что означает, что регистрировать можно только машины, выбрасывающие углекислый газ со средним уровнем не более 95 грамм на километр. Офшорный закон по изготовлению электроэнергии. 1 января меняется правило эксплуатации так называемого рынка баланса электроэнергии. Это технический рынок, на котором не торгуют энергией, а заключаются стелки, которые превращаются в сбалансированное потребление и производство электроэнергии. Изменения позволяют активно участвовать новым субъектам хозяйствования на сбалансирующем рынке. В свою очередь в первом квартале Нового года вступает в силу офшорный акт, гарантирующий поддержку производства электроэнергии офшорными ветроэлектростанциями. С 1 апреля 2021 года также будет действовать новый электронный тариф, предназначенный для станции зарядки электрических автомобилей. Новый год – это самый долгожданный праздник из всех. У многих людей он ассоциируется с волшебством и подарками. Во-первых, это самый неповторимый аромат мандарин и новогодней ели, что создает праздничное настроение. Именно в Новый год люди всех возрастов искренне верят в то, что все их заветные цели и мечты сбудутся. Однако Новый год 2021 был не таким, как прежде. В новогоднюю ночь с 7 вечера до 6 утра действовало ограничение передвижения по всей стране. Нарушение правила приводило к штрафу. Хотя с 19.00 движение было запрещено по всей Польше, во Врославе было иначе. Улицы города были заполнены людьми в канун Нового года. Многие из них явно направлялись на новогодние вечеринки. В общественном транспорте также было много пассажиров, а перед магазинами «Жапка» стояли очереди в ожидании сделать покупки. Полиции в городе было немного. Новогоднее празднование на рыночной площади было обменено из-за пандемии коронавируса и перенеслось в виртуальный мир. Все желающие могли принять участие в крупнейшей в мире домашней вечеринке, которая транслировалась с самого высокого знания города – Скайтауэр. Конец Старого и начало Нового года на дорогах Нижней Селезии прошел безопасно. Также не было серьезных инцидентов с петардами и фейерверками. С 31 декабря до полудня 1 января офицеры из Нижней Селезии провели в общей сложности более полутора тысяч различных видов задержаний. В конечном итоге были задержаны 31 разыскиваемых и 35 пьяных водителей. Во Врославе в больнице вылили несколько сотен доз вакцины против коронавируса. В больнице выбрасывают каждую шестую дозу вакцины от коронавируса, хотя могут дать ее пациентам. Как это возможно? На практике 6 или даже 7 доз вакцины можно получить из каждого флакона, который водили медикам в Польше в течение нескольких дней. Но согласно утвержденным медицинским процедурам, эти дозы могут достигать 5. Таким образом, только в одной больнице было потрачено впустую несколько сотен доз вакцины, а по всей Польше около 8 тысяч. В официальном заявлении Министерства здравоохранения, появившейся в среду вечером, было сказано, что по мнению министра здравоохранения и национального консультата по больничной аптеке, получение и введение 6 доз из одного флакона продукта является оптимальным, приемлемым и безопасным. Однако при одном условии, чтобы не было никаких потерь препарата, и шестая вакцина содержала полную дозу препарата, то есть 0,3 мг. «Мы ознакомились с этим мнением и решим, что делать», сказала Моника Ковальская, пресс-секретарь университетской клинической больницы. Во Вроцлаве уже вакцинированы 2000 человек. На следующей неделе будет вводиться до 1000 прививок в день. А по всей Польше вакцинированы более 40 тыс. человек. Торговые воскресенья в 2021 году, когда будут открыты магазины. В этом году мы сможем сделать покупки по воскресеньям 7 раз. Первая такая возможность будет 31 января. Остальные даты вы сможете увидеть на экране. Закон о запрете торговли в воскресенье предусматривает каталог из 32 исключений. Запрет не распространяется на кондитерские, кафе-мороженое, заправочные станции, цветочные магазины, газетные киоски и кафе. За нарушение запрета на воскресную торговлю взимается штраф в размере от 1 до 100 тысяч злотых, а в случае постоянного нарушения закона – наказание в виде ограничения свободы. В связи с эпидемией во всех коммерческих учреждениях посетители и сотрудники обязаны носить маски для лица, закрывающие нос и рот. Также магазины обязаны предоставлять покупателям одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства для рук при совершении покупок. До 17 января в Польше продлится национальный карантин. Это означает, что все торговые центры закрыты, однако остаются открытыми магазины, обеспечивающие основные потребности, то есть такие как продуктовые магазины, аптеки и магазины с хозяйственными товарами. Это были все новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий и не забудьте подписаться. И, конечно же, вся наша редакция информационного портала «Инполанд» поздравляет вас, наших дорогих зрителей, с православным Рождеством. Желаем, чтобы этот праздник вы провели в кругу семьи. Продолжение следует...